Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Наконец-то хорошие новости. Волны истинного счастья накрыли на днях обособленное сообщество на острове Виньярд Марты, Массачусетс. Сотни лет Виньярд Марты испытывал муки от своей белости. И жители острова понимали, что им нужно только одно, и нужно очень, разнообразие. Они даже сами говорили об этом. Но несмотря на их отчаянные попытки в течение многих лет, этого так и не произошло на Виньярде Марты. Прямо беда. Представьте, британский фрегат 18 века дрейфует в открытом море. Моряки постепенно сходят с ума в конвульсиях, мучительно умирают от цинги. Это Виньярд Марты. Вот только у них не нехватка лимонов, этого-то с лихвой, так как без них не сделать джин с тоником. Чего не хватало Виньярду Марты — разнообразие, которое есть сила. Виньярд Марты был очень слабым местом. До вчерашнего утра Виньярд Марты был на 89% белым. Одноцветным и совершенно однородным. Почти все там — это богатые демократы. 80% проголосовало за Джо Байдена, средняя цена на дом — более миллиона долларов. И в один прекрасный момент все изменилось. Счастье пришло откуда не ждали. Губернатор Рон Де Сантис, сделавший свой штат раем, решил помочь другим штатам в минуту отчаяния. Так что вчера Де Сантис направил 50 нелегалов, большинство из Венесуэлы, в аэропорт Виньярда Марты. Маршрут был из Сан-Антонио в Пенхендл, Флорида, далее в их новый дом в Виньярде Марты. CBS Бостон сообщил, что после приземления группа добрела до города, 3,5 мили от аэропорта, тем самым выручив его. Можете представить себе всеобщее ликование сегодня в Виньярде Марты. Измучившиеся островитяне наконец-то спасены от своей угнетающей белости. А давайте прямо сейчас посмотрим на этот праздник. Что ж, неожиданно, очевидно, что это какая-то ошибка. Нет, наши продюсеры говорят, что с техникой все в порядке, именно это и происходит сейчас в Виньярде Марты, Массачусетс. Но где же ликующие счастливые толпы? Где шампанское и красная ленточка? Мы ожидали праздника победы на Таймсквер. А получили кладбище в полночь. Что? Но может это не так уж неожиданно. Может все не то, чем кажется. Давайте посмотрим на Барака Обаму. Барак Обама иногда живет на Виньярде Марты. Обама также, как мы знаем, большой защитник разнообразия. Годами Обама нам честно говорил, что иммигранты лучше американцев, они святые. Они делают нашу страну сильной. Америка всегда была нацией иммигрантов. Иммигрантов. Всю нашу историю иммигранты пребывали на наши берега волна за волной. Со всех уголков мира. Каждый из нас, кроме коренных американцев, имеет предка родившегося не здесь. Это то, что делает Америку особенной. Что делает нас сильными. Основополагающая идея приглашения иммигрантов является ключевой для нашего образа жизни. Это в нашем ДНК. Вот, в принципе, и все президентство. Все восемь лет. Обама запугивал нас разнообразием, но он не только говорил об этом. Он потратил два года на должности, чтобы места типа Дес Мойна, Сайова и Портланд уж точно стали менее белыми, чем раньше. Так как, как он и говорил нам, белость — это плохо, это болезнь. Так что мы слегка смутились, когда прочитали, что Барак Обама потратил 12 миллионов долларов на покупку недвижимости на берегу с восемью ваннами на Венерде Марте, которое одно из самых белых мест на Земле. Да ладно, на Венерде Марте? Почему не Балтимори и Гэри Индиана? Что, во всем Детройте не осталось недвижимости для семьи Обамы? Должна же быть! Что здесь происходит? Мы не знаем. И в 2019-м Мишель Обама объяснила нам, послушайте это. Мы выросли во время, как я писала, называемом «Исход белых». Это семьи, как наши, добропорядочные семьи, как наши. Ну, знаете, которые делают все, что полагается, еще даже больше. Когда мы въезжаем, белые выезжают, так как они боятся того, что олицетворяла наша семья. И я всегда останавливаюсь на этом. Когда рассказываю людям, так как, знаете, я хочу напомнить белым, что вы бежите от нас. И вы все еще бежите. Так как мы не отличаемся от семей иммигрантов, которые приезжают, семьи в Пилсоне, семьи, которые приходят из других мест, пытаясь стать лучше. И да, есть ощущение несправедливости. И вот она, напоминающая белым, которым очень нужно это напоминание, что Обамы, цитата, не отличаются от семей иммигрантов, которые приезжают. Ведь белые их все еще ненавидят, они все еще бегут, как она и сказала. И это все объясняет. Обамы, по сути, презираемые иммигранты. Так что, когда они въезжают в 12-миллионный комплекс на Винниарде Марты, то это не для жизни в роскоши среди других богачей. Очевидно, что нет. Это для диверсификации Винниарда Марты. Это во имя справедливости. Звучит логично, да и нам приятно. Но потом произошло вчера, и мы начали переосмысливать наши выводы по Обамам, по многим пунктам. Так как самолет, загруженный очень диверсифицированными иммигрантами, прибыл на Винниарда Марты, чтобы присоединиться к Обамам, но Обамы им не рады. Ни слова от Барака или Мишель Обамы. Барак не ждал диверсифицирователей в аэропорту с цветами. Он не выступил с поздравительной речью. Он не пригласил ни одного венесуэльца к себе домой. Как же так? Может ли быть, что Барак Обама в реальной жизни на самом деле не поддерживает диверсификацию? Может ли быть, что Барак Обама предпочитает блондинок в спортзале и Лулу Лэмон вместо фермеров из третьего мира и грязных штанов рабочих? Может? Мы не знаем. Но что мы знаем, что если вы хотите узнать, что люди думают на самом деле, не слушайте, что они говорят, и посмотрите, как они живут. И глядя на это, единственное важное, Барак и Мишель Обама настолько же нетерпимы, как и любой член любого сельского клуба для белых на далеком юге, полагая, что они еще есть. Эти люди? Пусть только попробуют посмотреть на мою дочку. Итак, на этой неделе мы узнали, что Барак Обама на самом деле расист, и не в том смысле, в котором вы подумали. Обама может и ненавидит белых, очень на это похоже, но он также настаивает жить среди них, и только среди них. Но если честно, такие не только Обамы. Его друзья в новостных агентствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе думают так же, так как они люди такого же сорта. Например, CNN целый день сегодня говорил с людьми, связанными с Винниардом Марты. Оказалось, что никто из них не рад самолету, полному венесуэльцев. Один из них, представитель острова, даже обвинил это шоу в этом внезапном и прекрасном всплеске разнообразия. Посмотрите. Рон де Сантис и республиканцы, может, и хотят играть людскими жизнями для политических целей. Я считаю, что это невероятно бесчеловечно, использовать женщин, детей, семьи, как политические пешки, чтобы потом пообсуждать у Такера Карлсона и показать себя жестким в вопросе иммиграции. Ого! Посмотрим, сможете ли вы понять эту логику. Когда нищие-нелегалы приходят в Браунсвилл, Техас, один из беднейших городов США, то они благородные путники. Они ищут лучшей жизни в нашей стране, и мы рукоплещем им удачу в Браунсвилле, новоприбывшие иммигранты. Но когда те же самые люди перелазят через заборы бесплатно, летят в Вене от Марты, то это решительно другое. И да, как сказал представитель, цитата, «играть в политические игры людскими жизнями». Так как это опасно. Эти иммигранты могут случайно набрести на вечеринку, или того хуже. Гораздо хуже. Друзья, на моем авторском канале вышел новый выпуск. Посвятил я его киберспорту, а если быть точнее, нашему с вами отношению к нему. Приглашаю ознакомиться с ссылки в описании и закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Ранее, сегодня, ведущий CNN Джон Берман, которого, кстати, уволили этим утром. Джон Берман брал интервью у известного режиссера Кена Бёрнса. Бёрнс известен, но печален. Именно тот вид престижной гончии среднего возраста, которая проводит много времени рыща вокруг Венера до Марты в поисках других известных людей. Бёрнс выпустил новый фильм, обвиняющий США, среди всех других стран, в Холокосте. Теперь, когда поколение Второй мировой ушло, Бёрнс может это делать. Нет шансов, что разозленные ветераны придут к нему домой и забьют своими тростями за поругание памяти их близких друзей, погибших в 20 лет, сражаясь с нацистами. Так что Кен Бёрнс может говорить, что хочет, и ему поверят. И этим утром Бёрнс играл роль эксперта по Холокосту на CNN. И знаете, что обнаружил Кен Бёрнс? Кен Бёрнс обнаружил, что отправка Роном Де Сантисом иммигрантов в Виньярд Марты это почти то же самое, что делал Гитлер. Посмотрите. Все ваши документалки об истории. И все они также заставляют задуматься о том, где мы сейчас. Именно. И мы проснулись сегодня утром с новостями, что губернатор Флориды Рон Де Сантис отправил два полных самолета мигрантов в Виньярд Марты на берегу Массачусетс, включая также детей. И я не говорю, что это то же самое, не провожу никаких параллелей. Но это носит тот же оттенок. Это напрямую из руководства по авторитаризму. Это тревожно, что Де Сантис использует живых людей как орудие для политических целей. О, услышали, дамы и господа? Это буквально. БУКВАЛЬНО! То же, что и Холокост. Эдгар Таун — это Дахау. О, Акблавс — это Треблинка. УЖАС, это ГЕНОЦИД! Может быть, ведь, конечно же, все то же самое. Виньярд Марты может и современный лагерь смерти, но в сравнении, куда нелегалы обычно попадают, то это не такой уж кошмар. А давайте сравним. На ваших экранах вы видите картины, недавно снятые в пограничных городах, которые сейчас переполнены из-за иммиграционной политики Байдена. И если вы внимательно посмотрите, то заметите хаос, насилие и грязь. Окей. А теперь перенесемся в Виньярд Марты. Может, там и ад, но совсем другой. Семьи, обедающие на балконах на фоне воды? Женщины на велосипедах, едущие за покупками в тихом городке? Пары, гуляющие на набережной? Парусники. Выглядит не настолько плохо. Оооо! Но именно в этом и проблема, говорят нам СМИ. Виньярд Марты может и выглядит как богатейшее место на Земле, но неким образом, неким образом, там недостаточно соцслужб. Там нехватка соцслужб! В отличие от Браунсвеля. Как CBS News сказала, цитата, Виньярд Марты — это не современный город с сильной инфраструктурой соцслужб. Там нет иммиграционного суда Министерства Юстиции, где слушаются дела по предоставлению убежища. Нет офиса иммиграционной службы, где можно зарегистрироваться. Пока. Виньярд Марты — не цитата «городской район» с цитата «сильной инфраструктурой соцслужб, с которой другими людям приходится иметь дело». И вообще это правда. И идея именно в этом. Именно поэтому Де Сантис и послал нелегалов Виньярд Марты. Люди, которые создают и защищают определенную политику, должны и жить с этой политикой. Но до сих пор им не приходилось. Билл Гейтс летает на Виньярд Марты. Как и Опра, Джеймс Тейлор, Спайк Ли, Эми Шумер и многие другие. И все они, каждый из них, намного лучше вас, так как они поддерживают разнообразие. И впервые у них будет немного разнообразия. Но это только начало. Виньярду Марты понадобится гораздо, гораздо больше нелегалов. Десятки тысяч, чтобы остров перестал быть белым. Только тогда он может стать хорошим местом. И в то же время люди, которые идут в Виньярд Марты, должны продолжать идти туда. Они не могут сбежать куда-то еще. Это будет аморально. Это будет, как сказала нам Мишель Обама, исход белых. Итак, массивная смена демографии, очевидно, сделает Виньярд Марты совсем другим местом. Но это хорошо. Изменения это хорошо. Любой, кто боится изменений, расист. Это мы хорошо знаем, так как они годами нам это говорили. Итак, вы можете спросить, где все эти новые люди будут жить на таком маленьком острове? Легко. Сначала они могут занять комплекс Барака Обамы. Не может быть, чтобы Обаме нужно было столько места. Никому не нужно столько места. Вы, возможно, могли бы разместить дюжину семей иммигрантов в домике у бассейна Барака Обамы и еще пять-шесть в кладовой. Не останавливайтесь. Устройте футбольное поле на газоне, шашлык и скос на заднем дворе и... Бинго! У вас есть доступное жилье! Но этого недостаточно. В Виньярде нужно будет построить трущобы для всех этих людей, но мы не можем называть их трущобы. Конечно же, это оскорбительно. Так что мы назовем их поселки, как и в любимой стране Обамы, и дадим им торжественные названия, предполагающие некую победу над бедами. Мандела. Чавесвиль Цезаря. Камала Апополис. И в каждом мы поставим табличку с этой знаменитой поэмой Эммы Лазарь, чтобы все знали, что это не какие-то фавелы. Это моральные победы. Как до сегодняшнего таблички Виньярде Марты говорили, нет нелегальных людей. Любовь — это любовь. Такова наука. Но, говоря о науке, каково будет у всего этого влияние на среду? Это главная забота для Виньярда Марты, и не просто так. Но в данном случае это не проблема. Ни в одном из этих поселков не будет воды и электричества. Так что по определению они будут углеродно-нейтральными, это будет частью Зеленой Революции. И местные силовики не будут напрягаться, так как будут не нужны. Никто из новоприбывших не будет связан местными законами. С чего бы им? Они проигнорировали федеральный закон, чтобы добраться туда. Так что им нет причин подчиняться винирдским нормам, запрещающим пьяное вождение или публичное испражнение. И если еще есть винирдцы, которые думают, что у них есть право защищать собственность, подумайте еще раз, народ. Мы отсылаем вас к делу фашистской семьи Маклоски в Сент-Луисе, которая это попробовала. Пытались защитить свое и были обвинены за это, так что это не разрешено. Но мы не можем вам доверять. Кто-то должен ходить от дома к дому, чтобы убедиться, что ни один человек в Виньерде Марты не держит дома оружие. Так как самооборона заманчива даже для избирателей демократов. Будет много изменений в Виньерде, и они скоро заработают. Летний сезон начинается в День памяти. Так что когда Эмми Шумер приедет к себе в июне, ей бы лучше быть готовой обнаружить, что семья нелегалов пользуется ее ванными полотенцами. И мы будем надеяться, что она не будет об этом жаловаться. Ведь как нам часто напоминает Джо Байден, нелегальная эмиграция — это подарок. Угадайте что? Есть причина почему. Легальные и незадокументированные — это причина, почему наше общество работает. Причина, по которой экономика растет. Мы не говорим об этом. Мы ведем себя, как будто это бремя. Это не бремя. Это подарок. Слышите? Слышите? Нелегальная эмиграция — это не бремя. Это подарок. Тупица. Так что Виньерд Марты вчера получил огромный подарок. Думайте об этом, как о продолжающемся, но более шумно Рождестве. И как нельзя вовремя, Карин Жан-Пьер напомнила нам сегодня в Белом доме, что сейчас месяц испанского наследия. Идеально! Так что смиритесь с этим, Виньерд Марты. Сильно изменится многое для вас. Но это хорошо. Радикальные разрушительные перемены — суть антирасизма. И как вы нам много раз говорили, вы поддерживаете антирасизм. Ведь вам не нужно напоминать. Да и в любом случае, очень скоро вы не будете помнить, как было до. Виньерд Марты будет выглядеть как Эль Пассо, и для вас это вроде как нормально. Вы спросите, как выглядит Эль Пассо? Не были там недавно. Хорошо. Вот последняя картина. Я хочу показать вам как раз то, что мы видим здесь. Мы около остановки Грейхаунд, где, как мы вам постоянно говорили, мигранты, в основном группы венесуэльцев, используют это место как временный лагерь и дом. Теперь посмотрите это видео, снятое ранее утром, где вы можете видеть мигрантов, оборудовавших спальные места на картоне и матрасах, в том же месте около автобусной остановки. Дагастина и другие городские чиновники сказали, что их главная проблема – не допустить людей на улицах, но с тех пор, как СВР загружена большим числом прибывших, они были вынуждены оставить как есть. Так как все больше людей остаются на улицах в последнее время, то санитария и чистота становятся здесь проблемой. Мы не видим никаких биотуалетов, временных душ или раковин, и, как вы можете представить, начинает появляться запах. Ого! Смотрите, в Эль-Пасо тоже есть венесуэльцы. И поэтому сегодня оно благоухает разнообразием, наполнено дарами нелегальной иммиграции. И это скоро будет в Эдгарт-Ауне, Массачусетс. Но мы не можем на этом остановиться, да и зачем? Если мы действительно хотим, чтобы Виньерд Марты выглядел как мир, который люди, отдыхающие на Виньерде Марты, создали нам, то нам понадобится пригласить художников граффити, вооруженных грабителей и насильников в поездах и сообщества бездомных наркоманов, многих из них, и их палатки. Почему они должны жить снаружи вашего дома, когда они могут поселиться на газоне Барака Обамы за 12 миллионов? Вроде бы справедливо, почему бы и нет? Но, к сожалению, не ждите, что Обама считает так же. Он расист, как мы уже выяснили. Как, по-видимому, его друзья-либералы. Они взбешены идеей нелегалов рядом с их домами для отпуска. Вскоре они будут твитить о солидарности с их веньярдским белым обществом. Хэштег «Я вместе с Виньердом Марты». Небольшие эмоджи острова в их статусе. У Мора. Это вообще-то может произойти. Так как, в конце концов, либералы за Виньерд Марты против всех остальных. И, если честно, мы даже можем понять, почему. Если честно, мы не хотим увидеть Виньерд Марты разоренным. Мы американцы. И Виньерд Марты — красивое место. Это грех уничтожать красивые вещи. Всегда. К несчастью, и в этом суть. Виньерд Марты — одно из уже немногих красивых мест, оставшихся в нашей стране. Виньерд Марты — это чем Америка когда-то была, не так уж давно. Маленькой, социально сплоченной, добропорядочной, безопасной, с традиционной архитектурой для людей, большими участками природы, неиспорченной индустриальными ветряками и магазинами все за доллар. Люди, которые сейчас живут в Виньерд Марты, не построили ничего из этого. Люди, сделавшие это, давно умерли. Вместе со взглядами и ценностями, сделавшими это возможным. Люди, живущие там сейчас, просто пришли за ностальгией. И все, что осталось — это здания и пляжи, но вы все еще не хотите увидеть их разрушенными. С другой стороны, у нас уже может не быть выбора. Ни одна нормальная страна не позволит миллионам иностранцев перейти нелегально ее границу и не даст им немедленно государственные привилегии в обмен на насмешки над своими законами. Никто никогда не делал этого, это самоубийство. Со временем это уничтожит Соединенные Штаты. И все это видят, что бы они ни говорили. Но людям, отдыхающим на Виньерде Марты, плевать. Они сделали это возможным. Они поддерживали это, голосовали за это и финансировали. И они смогли сделать это все, так как они настолько изолированы от последствий безумной иммиграционной политики Джо Байдена, что для них это все не важно. Страна рушится. Ну и что? Они живут на острове. Но для нас это важно. Это наша страна. Мы родились здесь и собираемся здесь умереть. Нам некуда идти, и мы не хотим жить в трущобах. Может, и на Виньерде Марты в итоге поймут. Субтитры создавал DimaTorzok